Наумов Александр Евгеньевич, ординарный профессор Егелонского университета и университета Кафоскари, родился 6 июля 1949 года в семье священника Польской Православной Церкви. Преподавал в Сербии, Италии, Болгарии, Польше и США. Основные научные интересы Кирилла Мефодиевистика, церковно-славянская словесность, православная духовная культура. Добрый день. Вторая неделя Великого Поста в Московской Духовной Академии. В гостях находится профессор Краковского и Егелонского университета, а также профессор Венецианского университета Кафоскари, доктор филологических наук Александр Евгеньевич Наумов. Добрый день, Александр Евгеньевич. Мой первый вопрос обращен, наверное, к вашим юношеским, а может даже самым детским годам. Что определило ваш интерес к славянской письменности? Добрый день. Я очень рад, что могу именно во время Великого Поста посетить против Сергея Лаврова, Московскую Академию. Это для меня не только научная поездка, а и паломничество определенного рода. Я сын, внук, правнук православных священников, так что вырос в православной семье. Я с 5 лет помогу первый раз, стал читать часы слов, часы, помогал папе во время богослужений. Так что я вырос, так сказать, в словистической среде сразу. Мы дома говорили по-русски с папой, по-польски с мамой, и так что вообще в этой такой среде разных языков я вырос. Потом помню, дома были сувениры, которые папа привез из Москвы, из Лавры, когда был здесь в 1948 году на поместном соборе подписывать акт автокефалии Японской Православной Церкви. А потом из Болгарии. В Болгарии, помню, какие-то бедные такие сувениры надо сегодня посмотреть. Какая-то бутылка плетеная, какие-то аист, где-то там розовое масло. В общем, потом папа приболел, и лекарства были только в Болгарии. И папа письмом обратился к патриарху Кириллу, тогда болгарскому. Он его знал еще по, как был митрополитом Пловдивским. И два-три года патриарх Кирилл присылал лекарства папе. И у нас были марки болгарские, вот эти письма. Я смотрел, удивлялся, почему вот это твердый знак, как можно написать в Болгарии, твердый знак, к чему это все. Вот такая. Потом, конечно, аттестат зрелости сделал. Со школьной экскурсией мы были в далеком Кракове. Уже я вырос на северо-юг, в востоке Польши. Там, где сплошное православное население, Белосточино. Там у папы приходы были, скажем, пять деревень и одна семья католическая. Так что вообще я вот в церкви слышал церковно-славянский, дома два языка. Прихожане говорили по-своему, по-нашему, просто и мовой, и так далее. Так что для меня, для меня попробуют разных языков. И даже мы их не воспринимали как языки, а как домашние стили. Так что это было, что для меня было очень ясно, что, так сказать, папа думал, что я продолжу традицию домашнюю, пойду в семинарию. Но я все-таки решил пойти на славянскую филологию. В каком-то смысле это компенсация, славистика. И помню, когда на защите доктората папа приехал, это в 71-м году был я, защищался на тему апокрифы в системе церковно-славянской литературы. И вот папа тогда мне сказал, говорит, Саша, правильно ты выбрал, говорит, это тоже миссия. И мне пожелал тогда дальших успехов. Я не знаю, были ли успехи. Но я все время стараюсь, чтобы продолжить эту линию тоже научную и, с другой стороны, какую-то миссию православия. — Александр Георгиевич, а можете сказать, каким образом Вы, как ученый, оцениваете современное состояние словистики в России? — Знаете, всей словистики мне трудно сказать, потому что я, как палеославист, общаюсь прежде всего с коллегами по палеославистике. И это два больших центра. Центр Московский, прежде всего Академия наук и Институт словеноведения, Институт русского языка Виноградова. И в Питере, в Питере, особенно с секцией, с Пушкинским домом, у меня очень хорошие отношения. Ну вот, как сказать, русская словистика вообще, она долгое время была моделью для всего блока советского. Значит, я болгарист и сербист, прежде всего. Кончу болгарскую филологию, потом вторая, специально сербская. И мы все учились на книгах Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мы читали Аверинцева, мы читали Бычкова, византийскую эстетику. То, что вот это были открытия для всего, для моего поколения вообще, для коллег болгар, сербов и у нас в Польше, и в Средословакии и так далее. Так что это было вообще неимоверно важно. И потом, когда мы встречались с итальянскими, американскими коллегами, все смотрели на Россию как на центр, так как в древние времена, можно сказать, Афон определял ритм культуры в православном мире. Так вот, в России. И мы, конечно, знали все ограничения, все трудности словистики в советское время. То, что вот, скажем, в центре ставили изучение слова о полку Игореве, что избегалось именно чисто церковное изучение, такой церковной духовной литературы. Ну, в общем, эти попытки были очень и очень важны. Кто через Византию, кто через какие-то, даже если с уклоном, немножко узкопатриотическим, но все-таки вся дискуссия о литературах, славянских литературах как системе, как единство, литература посредницы, концепция Дмитрия Сергеевича и так далее. Это были очень важные моменты. И теперь тоже. В Кушкинском доме секция нерусской литературы замечательно работает. Вот они, во-первых, это фундаментальные для всей словистики в мире труды отдела демировской литературы. Вот это еще с 30-х, значит, в тяжелых 30-х годах. Потом серия определена как центры письменности, монастыри, как центры письменности, Иосифа Волоколамский сделали, Кирилл Белозовский. Так что это тоже великолепное дело. А вот в Москве больше то, что текстология, лексикография, я в хороших контактах и с профессором Молдавановым, и с Вадимом Борисовичем Криско, то вот открытие из Вершагиным. Вообще, это есть самые важные вещи, которые происходят, и всегда это такой важный момент, праздник для мировой словистики, если выходит следующий том или словаря древнерусского, или вот такой сборник, как в последнее время вышел Анатолий Аркадьевич Турилова, который мой сердечный друг, еще с молодых лет, мы уже почти 40 лет дружим. И вот так что, знаете, большинство, мы создаем полярослависты, создаем такую корпорацию, нас немного, в общем, скажем, 200 человек в мире. Мы почти все знаем друг друга, общаемся. И вот, и с удовольствием мы разменяем книгами. И вот, я говорю, я вчера, когда вчера был в Москве, Толя Турилов мне дал свой последний сборник, сборник, который «Славья Цирилла Метудьяна». И я вот не сплю по ночам, а читаю, читаю этот сборник, потому что радость, радость большая. Я думаю, что они так сам радуются моей книге. У меня теперь в Сербии в нише вышел, вышел сборник. Вот, и итальянская книга. Так что вот, каждая книга, каждая книга для нас как будто общее дело. И все-таки за пределами России существуют какие-то серьезные центры в изучении славянской литературы? Да. Да, если не говорить о славянских странах, это самая лучшая славистика в Италии. Это традиция очень длинная, еще довоенная, и в разных центрах. В разных центрах. В Риме, прежде всего, но в Неаполе, в Неаполе, Флоренция, Болония, Венеция, там очень много университетов, и центры Падуя, очень, это Наталий Нарадович, там был Кроня. Вот есть такие большие, большие имена словистов. Но в Америке, в Америке тоже, в определенном смысле, есть центры в Америке, которые только в определенном смысле, они продолжают русскую, российскую традицию. Это созданные иммигрантами в начале, потом создаются первые волны, второй, третий, даже вот последние иммигранты есть, ну и их дети, и вообще. Так что это важный центр. Очень приятно, интересно, что хорошая славистика в Израиле. Там Моша Таубе, раньше был Моша Альтбавер и другие. Еще, кроме Америки и Италии, тоже Греция. Только, ну, несколько личностей, но очень хороших, сильных словистов. Вот в главе с профессором Антуан Эмиль Тахьяос, его книга про Кирилла Мефодия, вышла туда также по-русски. Так что, так что, затихает словистика в Германии, во Франции, к сожалению, там вот вообще реформа, реформа, это баллонская система, к сожалению, отнюдь не помогает развитию, так сказать, малых специализаций. Вот словистика считается малой специализацией. И вот, и это, так что, кого уволили, а особенно вот коллеги, профессора уходят в пенсию, и уже это место пропадает. Так в Голландии, было так в Бельгии, в Швейцарии, в Швейцарии, в Германии. Это очень тяжелое положение. Так что, так что это, с этим надо, надо считаться. А вам приходилось преподавать в разных западных университетах. Скажем, ну мне понятно, скажем, интерес западного человека к русской литературе, который заставляет его изучать русский язык. Но, чем мотивирован интерес вот западных студентов к славянской письменности? Знаете, большинство, большинство славянских студентов, славянских студентов, это русисты все такие. Но есть, теперь положение во многом этих малых, как мы называем, языков, вот сербского, хорватского, мы еще в Венеции держим вместе кафедры сербский и хорватский, в других местах они разделены, или сербская, или хорватская. Но у меня еще, вот я не сдаюсь. А вот, полонистика была очень популярна во время, когда был папа поляк, Павел и Павел II, когда было время солидарности, борьбы за демокрацию в Польше. Милос, Валенса, тогда вот это все были года очень интересные. То же самое относится к богемистике, вот, когда Гавель был, когда вот эти перемены, время перемены, тогда, так сказать, итальянцы, или славя французы, немцы, они шли, и чтобы изучать тоже эти языки, чтобы вот смотреть, смотреть за этими культурами. ну, когда проходило, когда становилось, приходило время демокрации, и так далее, этот интерес немножко опадал. Есть тоже особенность этих зарубежных словистик, дети, эмигранты. У нас отдельные программы, отдельные программы для тех, которые хотят поддержать свой язык, и литературу, культуру, мы, так сказать, больше с них требуем, а вот итальянцы, или кто, это поскольку больше снили возможности. И еще вот теперь Erasmus, это система размена студентов, это тоже хорошее, приезжают разные студенты, и это, во-первых, показывает уровень, что хотят, что ценят данный центр, когда приезжают туда, а с другой стороны, это живая размена тоже, и студентам хорошо, когда приезжают из других стран. Я думаю, нас не очень знают хорошо эту программу, выражают. Это только на территории Италии? Нет, это европейская европейская программа, и даже со временем, со временем даже страны, не члены союза европейского входят в эту систему. Это система размены студентов, которые могут семестр или два семестра учиться на другом университете, в другом центре, и эта программа и зачитывается, когда вернутся в свой университет. Тоже программы совместных докторатов, совместных защит, так что можно два университета поступить в аспирантуру, в акторантуру, чтобы два университета... Не обеспечиваются какими-то грантами. Да, это грант, на это есть европейские гранты, которые специально помогают и молодежи, но и уже молодым специалистам участвовать в этом. Так что это одна из самых хороших программ европейских для ученых, для дидактики, которая помогает мобильность, такую интернационализацию дидактики в отдельных странах. Александр Ильич, скажите, какие, как вам кажется, наиболее важные задачи сейчас стоят перед русской словистикой, и на что стоит направить свое внимание, усилие и сотрудникам духовного, ну, в первую очередь, духовной школы, студентам, какие темы наиболее нуждаются в исследовании на важные? Я первый раз, вообще первый раз в Москве, я был в 1987 году, когда проходила вторая конференция подготовительная по случаю юбилея крещения. Первая была в Киеве, вторая в Москве, потом была в Ленинграде. И первый раз именно на московской этой конференции юбилейной появились ученые, ученые академии наук, университетов разных. Первый раз на церковной конференции для меня было очень интересно, я скажу, вы часто бываете, но все первый раз, так сказать, не только я был первый раз, а вот много разных моих коллег русских, ученых, вот вместе сели в научной дискуссии во время юбилея. Вот, по-моему, это 87-й год, и эта конференция московская, она должна войти как будто в историю этого нового процесса, который, конечно, стал более сильным после перемен, когда уже и государственные институции, как Академия наук, как государственные университеты могли начать включить в свою научную программу вот самое настоящее изучение древнерусского письменности, но, конечно, и искусство в правильном освещении, смотря на это не как на исторический памятник, не только как памятник языковой, потому что эти были основные подходы, а вот комплексно, как изучая духовность, древнерусскую, древнеславянскую, православную духовность, вот, и это, по-моему, очень-очень важный момент, потому что не обязательно быть церковным, даже церковным человеком, верующим, но надо быть человеком, который глубоко входит в культуру данной эпохи, которую изучает. Если он в состоянии правильно воспринимать и эстетику, и поэтику произведений, которые изучает, значит, все правильно. Я помню, были такие вещи, как восхищался один из сервских ученых, что сервский писатель такой смелый образ придумал, говорит, что Богородица, Богородица, что чрево и твои ширше пространие небеса, у него там ширше небес, какой, говорит, смелый образ, вот у нас в 13 веке, какой смелый поэт, вот такой, потому что этот человек никогда не был в церкви, никогда не слышал, не слышал это, так что, так что, вот я говорю, это, но это, слава Богу, прошлое. Александр Евгеньевич, Вы только что сказали об особом мире и даже поэтике славянской письменности, а в чем заключается вот особенность, что является основной характеристикой славянской письменности, и что ее отличает от греческого, от латинского, выделяет ее в такой вот совершенно особый мир. Да, от латинского ее отличает прежде всего, прежде всего, вот вся византийская эстетика, византийский взгляд, который прежде всего, прежде всего, можно характеризовать как внутренний духовный мир, то, что нашло самое хорошее реализацию висихазме, в внутреннем мире и связи человека с Богом. Восток вообще никогда не забывал золотую мысль святых отцов, что Бог, Господь стал человеком, потому что человек вернулся к Богу, стал Богом, открыл в себе Боже, Божественные начало. Это все время основа. Так что с латинской это между греческой, византийской и славянской разниц меньше. Но греческая, она более полифункциональная, так сказать, а славянская она духовная. Она вся более серьезная, я могу в кавычках так сказать, потому что она нету никакой возможности церковно-славянской литературе, чтобы она занималась и там сатирическими произведениями, и светскими. Если хроника, хроника всегда является включением истории в священную историю. Нету отдельных каких-то писаний. если письмо еписк Игумена к Игумену, это письмо, которое объясняет какие-то истины, истины, положения богословские. Так что вот это большая разница. А самая характеристика, по-моему, это две основные мысли. Одна, что самая основа и всегда осознаваемая писателями, читателями, это библейская основа, что вот все строится на Библии, на этом соотношении, так как Новый Завет смотрит на свои предсказания про образы в Ветхом Завете. Вот жизнь, история, это исполнение тоже, хотя она все время это новозаветный период, мы все живем в новозаветном периоде, но вот образы, образы, все библейские, они определяют смысл всего, что происходит. что происходит, значит, это библейское, а второе, то, что вот я называю богослужебное мышление, что вот все время, все, что мы делаем, вообще, как каждая наша мысль, каждое слово, каждое дело, оно связано на богослужение, если оно не служит Богу, оно не имеет смысла. То есть, получается, что славянская письменность, она возникает именно как перевод библейских богослужебных текстов, и по сути, славянская письменность никогда как бы с этим контекстом не порывает, остается... Никогда, никогда, когда начинают, когда есть попытки это изменить, это положение, это в 18 веке, в веке время Петра I и потом, но все-таки, даже если это происходит, остается это традиционная часть, вот это традиционная часть культуры, которая сохраняет эту живую связь с Библией и богослужением. Вообще, вообще, вся церковно-славянская письменность, она немыслима кроме вне богослужения, богослужения, а в богослужении основа, библейская основа. А тогда возникает вопрос, вот не теряют ли что-то светские ученые, когда занимаются словистикой, способны ли они как адекватно обозреть и правильно описать явления, которые они изучают? Знаете, по-моему, это так, или светские ученые, занимаясь этой очень интересной традицией церковно-славянской, или сам проникнет этим духом. Или есть столько других тем, возможностей заниматься, есть новые писатели, есть разные другие вещи, не обязательно ему изучать древнеславянскую письменность. Есть, конечно, такие, где вообще этот аспект почти не может быть исключен, скажем, стритно лингвистическое изучение, можно, хотя и здесь есть в последнее время, скажем, тоже апостола, такая болгарская ученая, искра Христова Шомова, которая, изучая апостол, написала во второй части книги замечательные богословские, хотя так хотелось бы, чтобы эти богословские рассуждения по выбору синонимов, там разные в переводах синонимы, и она пытается объяснить значение этой, почему выбора определенного синонима и так далее, именно такой, ну, богословской или церковной богослужебным контекстом. Вот это пример, что даже в стритно лингвистическом исследовании можно включить и этот момент. Ну, конечно, можно составить индекс слов, есть словари, где вот это вопрос, так что по поле возможностей мы не заставляем всех стать церковными церковными глубоко верующими людьми. Но если есть таких, слава Богу. А я точно верю, верю, что вот контакт, постоянный контакт с этой культурой, он активно изменяет человека. Вот у меня есть очень близкий друг, который был и член партии, комсомолец, член партии, секретарь университета партийный и так далее. И все время, с каждым годом он становится ближе, ближе, ближе православный. Он как говорят, марксист православного только. Он славист. Он очень интересный интерес, хороший специалист. и вот каждого дня он смотрит календарь и присылает поздравления. Вот сегодня такого святого. вот всем посылает. Так что вот еще только нам остается крестить его. Даже вчера и позавчера он мне сказал, что молиться за его грешную душу. Я ему написал, ответил, что душа у тебя светлая и добрая, а мы еще должны подумать, как спасти ее. Александр История славянского языка она не закончилась там ни 16 ни 17 веком славянский язык продолжает жить и сейчас. И в современной церковной жизни периодически возникают дискуссии о том, что язык богослужения и язык священного писания славянский не вполне понятны. И кто-то предлагает переход напрямую на русский язык, кто-то говорит, что необходимо законсервировать. Как вам представляется наиболее здравая позиция есть территории православные, где именно церковно-славянский язык, его употребление связывает православных верующих. Скажем, такое положение в Польше, в Польше, где вот и есть украинцы, белорусы, русские, есть поляки, которые... И вот церковно-славянский язык это общий язык. Есть конечно... Знаете, я скажу так, это вопрос не в церковно-славянском языке, а в степени образованности участников, которые воспринимают этот язык. Я не верю, что все тексты, хотя хорошо понимали и греческий, и церковно-славянский язык, что каждый участник богослужения, даже за клиросом, что он понимал, то, что он читает, пеет, поет, или то, что он слышит. Так что вопрос это, ну, скажем, довольно так. Надо работать над уровнем знания языка и культуры вообще. Ну, конечно, мы говорили и на наших лекциях, что вот подход Кирилла и Мефодия и учеников их был динамический. Мы утратили эту динамику где-то, где-то нам казалось, что вот если мы оставим все так, как без никакой, никакого изменения, что это будет лучше. Что это будет лучше и так далее. А вот это не может быть. Это что итальянцы называют аджорнаментом. Это такое, ну, как сказать, приспособление к сегодняшний день. приспособление к сегодняшний день. Актуализация. Актуализация, да. Чтобы она произошла вот именно убирая самые трудные слова, самые трудные обращения. Вот была дискуссия о двойственном числе, например. Потом создаются акафисты, службы двум святым. Правда? И вот правильно, норма церковно-славянская, вот тогда двойственное число. Двойственное число, оно очень слабо понятно. Даже если у нас там есть чтения в Евангелии, есть большие чтения, где только двойственное число, там, когда вот апостолы и так далее. И люди наю, ваю, люди теряются. Вот если нас, вас, еще все нормально, наю, ваю, начинают вот что такое батюшка там читает, наю, ваю, да? И это, ну, это, конечно, так. В текстах я не убирал бы двойственное число перевода евангельского для апостольцев, в апостоле, по-моему, мало двойственных числов. Но, скажем, в новых текстах, в новых службах, так как избегаются даже, когда поминают патриарха и епископа, если там двое тоже говорят, там не в двойственном числе, а в новостном числе. Правда? Вот в этом, когда... На возбуждение. На возбуждение. Правда, да, там это что. По-моему, это правильно. Это правильно, потому что множественное число, когда потеряли и православные славяне, потому что двойственное число только у славян осталось в этом, в славянском языке, есть и в лужицких языках, так что там есть двойственные числа. А остальные все потеряли, потеряли, не понимали. Так что, вот такие вещи, вот какие-то, какие-то очень, очень специфичные слова. Мы знаем, что вот все время, уже в 18 веке, еще до выхода Библии, вот все время, и все время идут дискуссии, как сделать, что сделать с церковно-славянским языком, чтобы он, во-первых, был правильный, и чтобы он был понятный, понятный людям. Так что, так что я, я за церковно-славянский язык, во всяком, во всяком отношении, конечно, можно вводить, можно вводить в определенных ситуациях, или во время треб, исповеди, где-то вот там, где понимание, понимание языка очень, очень важно. Это, знаете, что вот, святой Петр, могила в требнике, он очень смело применял уже это, если посмотрим, употребление нормы церковно-славянской и простой мовы, вот он там, смертная исповедь, когда говорит, надо быть, священник должен быть убежден, что понимает, понимает, восприниматель этого текста, что понимает. так что говорит, если это культурный человек, ну, говори по-церковно-славянски, если простой, говори ему по-посвою, по-простой мове, потому что здесь вопрос очень важный, исповедь, последняя исповедь, во всяком случае, человека, и так далее. Так что, так что, есть такие моменты, где, по-моему, хорошо было бы, чтобы существовало, существовало, и параллельные молитвы, молитвы, чтения, и на местных языках. Вот это и Болгарии уже делают, и сербы, сербы все больше и больше переходят на, 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 на сербский язык. Проблема в том, тоже, что вот, если про Валканах говорить, церковно-славянский язык, он принял с печатных изданий с 16 века, принял русскую, русскую фонетику. Вот это, вся, вся, все вот эти, особенно, Юс Малый, как я, и так далее. А вот, сербы никогда так не говорили, они, это для сербов. Болгарии тоже, очень видно, что это, для них чужой богослужебный язык, не их. Они его понимают, любят, но это воспринимается, в определенном смысле, как русская редакция церковно-славянского языка. И это отдельный вопрос для них, но это не, не касается, не касается территории русской православной церкви. Есть еще вот такие, разные моменты, на территории польской православной церкви, в междувоенное время, вот вводили с вымовою, так называем, было чтение церковно-славянского текста с украинской вымовою. Вот все ядь читали, как и, так что, верую, да, верую Господи, Господы, и так далее. Читали с фонетикой украинской церковно-славянский текст. Так что, это тоже один из, один из выходов. Так что, я думаю, что это, что это нельзя, невозможно принять единственное решение. Значит, надо, надо стоять за церковно-славянский язык, но все-таки предлагая, предлагая с пастырского, с пастырской точки зрения, разные, очень динамический подход. Самое важное, самое важное, чтобы доходило слово Божье, слово Божье, и учение православной церкви к верующим. Если с молодежью, можно отступать, можно учить, так вот, начинать с русского и потом вводить в церковно-славянский и так далее. Так что, я думаю, что мы должны вернуться к этой, именно к подходу, который представляют наши славянские апостолы, Константин Кирилл, Мефодий, именно чтобы, и то, что они базируют на апостоле Павле, который говорит, лучше сказать пять слов, и чтобы все поняли, чем тысячи непонятных слов. Ну, а сейчас мне хотелось бы спросить, а каково Ваше впечатление о наших студентах и академии, и как вот эти дни, которые привели в стенах академии? Это для меня праздник. Праздник, значит, я преподавал в очень многих университетах, и особенно Италии, и Америки, и Америки, в Польше, в многих, конечно, университетах, но это для меня очень трогательный момент. Я все время, может, даже если получается немножко хаотически, изложение, или что, это тоже, поэтому, что я очень взволнован, да, очень мне приятно, приятно, и, ну, это единственные мои лекции, благодаря, благодаря, что вот, которые начинаются, кончаются молитвой, у нас, ну, я там читал несколько лет в нашей духовной академии, в семинарии, но это, говорим, как цикл, цикл лекций, это тоже очень, очень трогательно, так что, в общем, и то, что вот, ваши студенты меня не выпускают, что после лекции, что вот, беседуем, что приходят, спрашивают, контакты, мне это очень, очень приятно, очень приятно, я вижу, вижу высокий уровень, я вижу по вопросам, по вопросам, как, как глубоко, как знают эти вещи, иногда мне даже немножко стыдно говорить вещи, которые я предполагаю, что они знают, но я оправдываюсь тем, что вот я их вписываю в одну, широкую, широкий контекст, который обыкновенно не изучается, так что, так что, ну, если Бог позволит, и если, вот, корректор благословит, я с удовольствием еще, да, мы с удовольствием вас приглашаем, и если вам действительно это нравится, и если вы, как-то, чувствуете здесь себя хорошо, мы будем очень рады видеть вас еще в будущем.